Все, дорогие друзья и враги, законом в Казахстане в очередной раз вытерли зад. Впрочем, даже не раз, а дважды вытерли, сразу за день считайте. Во-первых, Тургумбаева по кличке Тугарин Змей, это получается экс-министр МВД, который был министром во время государственного переворота, ему дали всего 5 лет условно за государственную измену, на секундочку. Напомню, что сказка про 20 тысяч террористов, которые там выползли со всех сторон и так далее, исходило именно от него, то есть по полномочиям именно он доставлял эту сказку нашему многоуважаемому президенту. Об этом еще, кстати говоря, Такаев сам и говорил. Что касается 20 тысяч, то эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов. Три ключевых персонажа, без которых не мог бы случиться государственный переворот в 2022 году. Это экс-министр МВД Тургумбаев, это экс-начальник департамента полиции города Алматы Теймерденов, которого тоже, кстати говоря, уволили, не посадили. И осужденный на 10 лет, опять же, за превышение полномочий и так далее. Серик Кудибаев, это начальник департамента полиции области Алматинской. Остальные, вот кто бы вам что ни говорил, тот же самый, допустим, экс-председатель Кэнбэка Рим Масимов, ну ничего не смогли бы сделать, если бы не эти вот три персонажа. Даже если бы кто-то один из них взбунтовался, то ничего бы не получилось ни у кого, в том числе и у Масимова, несмотря на все его возможности. Из-за них погибло больше 200 человек, были там в результате огнестрельных и так далее. Но за госизмену Тургумбаеву дали 5 лет условно. Ну хорошо, что хоть не наградили. Издание ТНГ Ньюс пишет, вот прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить 5 лет лишения свободы и определить наказание условным с установлением пропорционного контроля. Тургумбаев полностью признал вину и чистосердечно раскаялся. Вот герой ты наш. Всё, этого оказывается достаточно, чтобы за государственную измену тебе дали всего лишь 5 лет условно с пропорционным контролем. В результате чего? В результате которого погибло 200 человек. На секундочку. Это не шутки как бы. Это мы не в теории разговариваем. 200 человек, натурально, больше 200, там 245, по-моему, погибли в итоге. И при том, что я рассказывал, вот как сын, допустим, Тургумбаева со своими коллегами, находясь в состоянии алкогольного обвинения, избили двоих мужчин. Один из которых является отцом певицы Данелии Тулешевой, а второй теперь, ну, как бы сказать, овощем является. Ну, то есть у него мозг повреждён, имеет необратимые повреждения. То есть он уже тем человеком, которого избивали, скажем, до избияния, он уже не будет никогда. То есть он близких там с трудом узнаёт и так далее. Это сделал сын Тургумбаева со своими коллегами. О чём? На следующее утро было доложено Тургумбаевым лично президенту Казахстана, на тот момент, когда сын уже Март Кемельчук Такаеву. Но в контексте, типа, произошла, мол, вот такая вот драка. Есть тяжёлые, но якобы сыночек Тургумбаева, Марлен Тургумбаев, не виноват. Хотя сын был, ну, очень даже виноват на самом деле, потому что он праздновал свой день рождения в этом заведении. И там, собственно, и произошла драка. Но Такаев на эту историю, на слова экс-министра МВД Тургумбаева, просто кивнул и никак не отреагировал. Если бы тогда Такаев удосужился разобраться в деле и выяснил, что сын Тургумбаева со своими дружками просто покалечили толпой двоих мужчин, один из которых остался овощем, Тургумбаев в этом солгал, получается, президенту, то тогда бы вроде как по логике вещей должны были его снять. Но, в принципе, никто бы его, естественно, не снял, потому что, сам видите, сейчас за госизмену дали ему 5 лет условно. То есть непонятно, кто в нашей стране президент, если за госизмену у нас дают 5 лет всего лишь условно. Второй случай. Муратхан Такмади, получается, выйдет на свободу по УДО. Такмади был взят под стражу в июне 2017 года. В октябре того же года он был приговорен 3 годам лишения свободы. Учреждение средней безопасности суд признал Такмади виновным в вымогательстве и незаконном приобретении передачи, сбытия, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Позже в интервью телеканала КТК Такмади признался в убийстве Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы банка Туран Алем впоследствии БТА банка заказал Мухтар А. Бляза. А в марте 2018 года Такмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы за это убийство. Смотрите, ношение оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, ба-ба-ба, короче, организация убийства и убийства 10 лет с половиной. Через 7 лет выходит на УДО. Нормально? За что Бешимбаев получил 24 года? Объясните мне, пожалуйста. Один за госизмену, там, блин, семейка вся бандитов, просто неадекватных получила, 5 лет условно. А у него на совести больше 200 душ погибших в Казахстане. Второе за убийство. То есть, организация убийства по заказу. Это особо тяжкое преступление. Получил 10 лет. Из них 7 лет только отсидел и выходит по УДО на свободу. Нормально. Это, кстати говоря, экс-акима, получается, муж жены, экс-акима ЖТСУСКОГО района Кикимова Максада, который тоже участвовал в организации государственного переворота. Вот сейчас его в Атамике не работает. И смотрите, Бешимбаев, ну вот просто сравним с Бешимбаевым, просто обычная бытовуха. Причем, если я ранее говорил, что он виноват косвенно в смерти Нукена, то сейчас я говорю, что там смерть Нукена вообще никак не доказана и вообще не связана с его действиями. И ему дают 24 года вообще за ситуацию, к которой он, в принципе, отношения не имеет. Без права на УДО. А его, так называемому подельнику Байжанову, просто за то, что он съездил там, вещи какие-то привез, ему дали 4 года. Нормально? То есть, так мади человека завалил, организовал это с оружием, с оружием. 7 лет. Этот гадалке позвонил, получается, вещи какие-то привез 4 года. Вот вам же она Казахстан, ребят. Вот он все, что вам надо знать про закон в Казахстане. Всем удачи, друзья, и берегите себя.